Здравствуйте, друзья! Сегодня я оставляю свою лодку и иду к своему соседу Саймону. Он обещал приготовить что-то вкусное, порадовать нас. Это интересно для меня и для вас, наверное, тоже. Да? Пошли, пошли! Добро пожаловать на Беатрикс. Наша баржа 1913 года постройки. То есть она гораздо старше, чем мы. Сегодня я вам приготовлю африканскую еду. Это типичная западно-африканская еда Либерии и Нигерии. Это говядина с овощами. Сейчас мне нужно нарезать лук и чеснок и размешать его с томатом. Теперь я это все размешаю с консервированной копченой рыбой. Но в Западной Африке это надо использовать копченую, просто копченую рыбу. Здесь нужно использовать много острого перца. Это нормально для Западной Африки. И хорошо для здоровья. А сейчас я добавлю томат. В кастрюлю я добавлю оливковое масло. Начинаю готовить. Добавлю все, что размешал сюда и пускай это все дело сжарится. В кастрюле. Этот метод типичный для Западной Африки. Впервые я приготовил это блюдо по этому рецепту в Нигерии, на Западе Африки. Я купил кусок говядины и теперь должен его разрезать. Добавлю чуть-чуть соли. В это блюдо мне также понадобятся креветки. Нужно готовить креветки и говядину в одной емкости, в одной кастрюле. Нужно готовить на небольшом огне, не доводя до кипения, но чтобы испарилась влага. Тогда будет хороший аромат и хороший вкус. Это где-то 10-15 минут, периодически помешивая. И когда испарится влага, можно добавить уже говядину. И где-то 10 минут, пока мясо поменяет цвет, нужно его периодически помешивать. И за это время я подготовил шпинат. Я его помыл и нарезал. И сейчас я его добавлю в кастрюлю. И шпинат надо уже здесь размешать. Ты видишь, его было много, а сейчас стало мало. А сейчас мне нужно добавить кипяченую воду. Горячую. Она мне уже подготовлена. Я ее добавляю. Теперь закрываю крышкой. Если готовить в кастрюле, то это займет 2-3 часа. А с этой крышкой, которая создает внутри давление, 1 час. Я это буду есть вместе с рисом. Для этого можно использовать и любой другой гарнир. Но в Либерии и Нигерии чаще используют рис в приготовлении этого блюда. В Индии говорят, что рис нужно помыть 5 раз. Буду готовить рис вместе с кокосовым молоком. Под крышку кастрюли положу бумажную салфетку. Она будет в себя абсорбировать влагу из кокоса. А это, это для тебя. Приятного аппетита. Приятного аппетита.